Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 26 июня, и своеменинный в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Алексия, Александр, Дмитрий, Пелагия, Антонина, Анна и Иоанна. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Ирея Алексея Макаровича Архангельского. Родился святой 1 марта 1864 года в селе Саженском Кунгурского уезда Пермской губернии в семье священника Макария Архангельского. Поступив в Пермскую духовную семинарию, он по состоянию здоровья был вынужден прервать учебу на третьем курсе. 23 декабря 1884 года Алексей был назначен псаломщиком в Веденскую церковь села Камгорд Черденского уезда. 5 февраля 1885 года переведен псаломщиком в Михало-Архангельскую церковь в родном селе Саженском. 12 декабря 1887 года в Свято-Троицкую церковь Верхтиченского женского монастыря Шадринского уезда. 8 сентября 1888 года был рукоположен во диаконах к монастырской церкви и 17 октября того же года назначен учителем в церковно-приходскую школу в Приверхтиченском женском монастыре. 18 декабря 1893 года диакон Алексей был рукоположен во священника к Покровской церкви села Песчано-Калединское Шадринского уезда и утвержден законоучителем Песчано-Калединского народного училища. В Екатеринбургских епархиальных ведомостях так описывалась Покровская церковь. Село Песчано-Калединское ранее было деревней Уксянского прихода. Церковь существует здесь с 1878 года. Каменная, однопрестольная, беленькая, небольших размеров, она обнесена кругом деревянную оградою. Внутри церкви заметна бедность, дешевая утварь, некрашенный пол, голые стены. Но этот бедный храм, видимо, пользуется любовью. Простенький, низенький иконостас, заботливо убран гирляндами из пихты, пол в алтаре покрашен светлой серой краской, и всюду чистота и опрятность. Приход состоит из одного села. 26 июня 1918 года красногвардейцы арестовали отца Алексея. После краткого допроса священника отвели на берег реки Теча, здесь расстреляли. Перед смертью отец Алексей перекрестился и со словами «Безвинно умираю» упал сраженный пулями. Красногвардейцы, бросив убитого в повозку, отвезли его в село Песчано-Калединское, где он был похоронен прихожанами на сельском кладбище. Через некоторое время те же красногвардейцы арестовали в селе Верх Теча 12 человек, 9 из которых убили почти сразу же. Но перед этим мучили и изувечили так, что родные смогли узнать их лишь по одежде. Лица их были превращены в куски мяса, руки вывернуты, бороды вырваны. Один из страдальцев просил дать ему пить, и красногвардейец, тыча его лицом в лужу крови, сказал «Пей свою кровь». Все убитые были похоронены на площади у церкви в братской могиле. Вскоре село Верх Теча было освобождено войсками сибирского правительства. Казни прекратились. 15 августа 1918 года гроб с останками священномученика Алексея был перенесен в братскую могилу рядом с храмом. Недавно с сотрудниками коснулись такой проблемы. Когда работа интересная по душе, и когда видишь результаты своих трудов, то забываешь про время и про порядок жизни. Ну, потому что решение задач плавно перемещается в сферу домашней жизни. Так человек может до позднего вечера, под предлогом того, что это важно, полезно, решать рабочие задачи. Но так важно в духовной жизни, чтобы все было по порядку, по уставу или по режиму, о чем никогда не нужно забывать. И всегда стараться, особенно во время многодневных постов, всегда приводить в порядок свою жизнь. Восстанавливать расстроенное состояние души, рассеянное, разболтанное, развязанное. Нужно по-разному обозначать наше состояние. Потому что лукавый, он на то и назван лукавым, что он может благими намерениями вести совершенно в ином направлении. И когда человек более-менее внимательно живет жизнью церковной, то к нему уже враг не приступает с откровенными предложениями явного греха, то есть слева, а приступает справа. Что вроде как добрые дела, вроде как об этом можно подумать, но это входит в разрез с послушанием, которое должен нести человек. Самое явное искушение, например, бывает во время молитвы, когда человек встает на молитвенное правило перед Богом, и тут начинают ему приходить самые добрые, самые светлые мысли о том, как бы хорошо сделать то-то и то-то, устроить эту вещь или решить так-то задачу. И настолько эти мысли светлые, что кажется, вот надо остановиться, записать, ну потому что они потом уйдут. Но через это человек отвлекается от богослужения, от разговора с Богом. А это большее зло, чем если бы пропустить какую-либо хорошую, добрую мысль. Из этого внимательный человек должен сделать вывод, что даже благими помыслами человек может быть отвращен от Бога. То же касается работы. Какой бы интересной и полезной она ни была, но в системе жизненных приоритетов она стоит на третьем месте. А на первом — личное отношение человека с Богом. Духовное чтение, молитва, изучение Священного Писания. И ежедневно на это дело должно быть найдено время. Время на общение с Богом, оно должно быть четким, достаточным. И еще, чтобы человек был в добром уме и в твердой памяти. Ни с просонья, ни кемаря, ни засыпая, а где-то в районе девяти, десяти часов вечера, вот часик на духовное делание. На втором месте — послушание и ответственность перед семьей. Потому что, когда человек приходит домой, то его ждут. Ждут для того, чтобы он свое время, свое сердце, свое внимание отдал родным и близким. не уходил с головой в просматривание электронной почты или новостей, а был семьей. Ну потому что от того, насколько человек свою душу вкладывает в отношения между родными и близкими, зависит его благополучие душевное и духовное, его мирное устроение сердца. А работа на следующий день. Домой работу приносить не нужно. В Японии есть доброе отношение или принцип начальников к своим подчиненным. что если человек не успевает свою работу делать в течение восьми рабочих часов, а не успеваем мы только потому, что халтурим, ну потому что из восьми часов часа три с половиной тратим на перекуры, на чаепитие, ну и на всевозможное ублажение себя, расслабление. Вот если человек не может вписаться в восемь часов, ему сначала делают предупреждение, ну а потом увольняют. Потому что зачем начальнику такой работник, у которого рано или поздно начнутся проблемы в семье. Ну потому что постоянные задержки, постоянное перенесение работы на дом, ну конечно кому понравится. Ну а если возникнут сложности в семье, то это обязательно скажется на качестве работы. Поэтому умные строгие начальники, они так и обозначают своим подчиненным, что вот будьте любезны. И к этому нужно относиться серьезно, потому что если сбивается режим, сбиваются приоритеты, то рано или поздно совесть начинает человека обличать, начинается, так скажем, загон, человек будет пытаться наверстать в том или в другом, сбивается ритм. И это как в беге, когда сбито дыхание, то человек уже не может спокойно совершать возложенное на него дело. Поэтому будем внимательны, дорогие мои, будем стараться твердо сохранять приоритеты, сохранять жизненный режим. И в таком состоянии человек сможет гораздо больше и дольше делать полезных вещей. Помогай нам всем, Господь!